В день рождения солиста группы Иванушки Интернешнл Андрея Григорьева-Аполлонова было трудно сосчитать количество поцелуев и объятий, а значит и число гостей, пришедших поздравить своего рыжего друга. Свой главный день в году Андрей всегда отмечает весело и с размахом. Певец без ложной скромности признался, что очень любит подарки, в числе которых были и легкие, мягкие игрушки, и более увесистые. Коллега по группе Олег Яковлев преподнес другу дорогой серебряный браслет. А вот Николай Басков упрекнул певца в излишней страсти к украшениям. В любой тусовке, а тем более на собственном празднике, вечно молодой и неунывающий Иванушка душа компании. Добрый вечер, ребята! Большое, прям человеческое, огромное дружеское спасибо. Сегодня будет так же лайтово, сегодня будет так же легко, сегодня будет так же общительно. Чего я вам искренне от всей души желаю? Право первого тоста безоговорочно принадлежало крестному отцу шоу-бизнеса продюсеру группы Иванушки Игорю Матвиенко. Мы собрались в этом прекрасном заведении. Мы празднуем день рождения нашего замечательного, великого, я бы сказал, единственного в своем роде артиста с большой буквы и просто офигенского рыжего чувака, которого зовут Андрей Григорьев Аполлонов. Ура! Я не знаю, что можно пожелать Андрею. У него, наверное, у него есть вообще все. У него есть нереальной красоты жена. Вот она, вот она, эта замечательная жена. Полюбуйтесь, кто не видел, пожалуйста, полюбуйтесь, это Маня. Игореха, не забрали! Жена именинника Марина заявила, что самый главный подарок мужу она уже сделала. Родила двоих мальчиков. А на вопрос о достоинствах супруга ответила, как настоящая женщина. Он мой муж, он меня любит, и вот это... Я его самое главное достоинство, наверное. Ни одного дня рождения Андрея не пропустила его родная сестра Юля. А по совместительству художник по костюмам группы Иванушки. Иногда я его в какой-то степени считаю блаженным. Вот в какой-то степени у нас как ассоциация блаженный дурачок, но вот как Иванушка дурачок добрый. Иногда меня до сих пор поражает его наивность. А с другой стороны, пусть он с ней живет, ему легче. То есть он не верит, что кто-то о нем за глаза говорит плохо, потому что сам он не делает так никогда. Ой-ой-ой-ой, смотрите, что несут. Ой-ой-ой-ой, барана. Некоторые гости заволновались, что сейчас будет совершен обряд жертвоприношения. Благо все обошлось. Такой необычный подарок преподнесли друзья Андрея. Баран оказался таким же рыжим, как его новый хозяин. И куда бы его девать, елки-мамки? Оказалось, это не первая история с участием животных на дне рождения Григорьева Аполлонова. 15 лет мне исполнилось, мы пошли в поход. Вот утром сплю в палатке и чувствую, меня кто-то ест. Реально ест мою ногу. Я так в страхе что-то отдергиваю ее. И смотрю с той стороны свинья, это дикая свинья, что-то унюхала в палатке, там еще яблоко лежало, я к нему прислонился. И свинья жрет мою ногу, и яблоко через палатку. Мы, конечно, выскочили, а там целых свиней человек 10. Честно говоря, было страшно, потому что они не такие были. Нормальные дикие свиньи. Я вспомнил, что меня на 15-летие не съели. Это было бы прикольно, кстати. Поздравить Андрея пришел певец Тимати. Он подарил имениннику музыкальный подарок. Гламурный рэпер больше часа развлекал публику своими шедеврами. Кульминации рыжей вечеринки в небо запустили облако оранжевых шаров. А гости активно интересовались, будет ли у кого из присутствующих в ближайшее время день рождения. И надеялись, что будет так же весело. Редактор субтитров А.Семкин